ребята привет всем с вами Жека за камерой евреи сегодня я вам расскажу как меня немножечко опрокинули с покупкой был айфона да это реально была история и я расскажу вам как правильно покупать телефоны с рук знаете это дело было так давно то что даже я себя еще не помню айфоны тогда только-только начинали входить в обороты и меня знаете как кинули айфон был новый как бы айфон был нормальный но у него был заменён экран то есть экран вообще было абсолютно другой у него разрешение и плотность пикселей вообще не совпадали а я его тогда купил с рук и мой косяк в том то что я не проверил разрешение и плотность экрана и вообще ни в какой программе телефон тогда не проверял я просто взял осмотрел попробовал вроде симку ставил все нормально так что ребята сегодня я вам расскажу как надо правильно покупать айфоны с рук ну и просто другие телефоны первое что тебе понадобится но это узнать о телефоне все и самое главное возьми с собой скрепку если твой телефон открывается скрепкой то обязательно возьми иначе продавец ее не возьмет скрепки ни у кого не будет и все все дальше ждешь продавца приготовь заранее сим-карт микро или нано обязательно надо ее вставлять вот в любом случае если ты айфон берешь то так проверяется привязка айфона к оператору а то многие продают знаете барыжи такими айфонами которые привязаны к одному оператору которых нет в твоей стране они вообще где-нибудь там на западе только также ты можешь проверить откуда твой айфон по номеру модели да это очень кстати полезная штука ты будешь знать серый он или ростест или все такое я не буду вам рассказывать всякую ерунду как по краешку болтика как по углу изгиба как по камере там по стеклышку проверить настоящий это айфон или нет потому что ребята это все полная ерунда модели сейчас очень много разновидностей моделей какие-то до рестайлингов моделей тоже полно это все не надо самое основное возьми с собой сим-карту и вставь ее в телефона сим-карте конечно же у тебя должен интернет работать не знаю зачем же еще тогда ее брать не забудь проверить целостность болтов чтобы все знать чтобы понимать разбирали этот телефон ремонтировали заменяли ли у него какие-то там запчасти если у тебя просто телефон то ты проверяй серийник под батареей на корпусе если он есть конечно же на коробке обязательно проверь если у тебя iphone то просто вставлять сим-карту и сразу заходи в iCloud ну вот ты вроде осмотрел телефон снаружи ну все нормально казалось бы самое главное теперь проверить его внутри для этого ребята я вам порекомендую хорошую программку которая называется тест м то есть смотри ты покупаешь айфон с рук либо в каком-нибудь там даже ломбарде боже упаси ну а мало ли чё мало ли какая ситуация вот если ты потеряешь телефон вот украли его тебе куда идти его прям резко покупать либо новый в магазин либо подешевле какой-нибудь бау на время берешь так вот смотри когда ты вставляешь сим-карту в лоток она у тебя активируется появляется интернет первым делом заходи в appstore либо fly market и качай приложение тест м потому что она поможет тебе не попасться на уловки мошенников и нечестных продавцов о ты всегда сможешь проверить смартфон или попросить продавца даже прислать тебе отчет то есть просто на авито списываешься просишь короче скачать тест м пришли меня отчет я хочу знать он приложение скачивает проходит весь полностью тест телефона отправляет тебе отчет и ты уже заранее знаешь что там все в порядке что камера там не разбитые все пиксели на экране есть это же очень удобно также это приложение можно использовать даже чтобы не быть обманутым в сервисном центре то есть ты просто сначала тест проходишь на в этом приложении до сдачи в сервисный центр проверяешь все экран все вообще проверяешь полностью информацию отдаешь сервис тебе ремонтируют и прямо в сервисном центре когда забираешь проверяешь снова ставишь приложение И проверяешь все полностью Удобно Очень, кстати, хорошая защита от кидалова Вот смартфоны, они просто стали неотъемлемой частью нашей жизни Кому-то айфоны, кому-то бомжами нравятся Ну а самое главное Вот если ты его потеряешь Вот у тебя его не будет Как ты вообще можешь представить себе без него жизнь? Так что, знаешь, лучше просто даже скачать приложение И время от времени проверять Все ли у тебя в порядке с твоим телефоном Ну что, ну нормальная же идея Время от времени раз в год свой телефон проверять Конечно, это как зубы проверяешь Ну да Если ты покупаешь телефон у барыги, то передавай привет от меня И скажи ему, если что, то я его поймаю iMate его, идентификатор устройства, модель телефона определяет Память есть, даже показывает диагональ, резолюцию и плотность пикселя экрана Вот как раз тот самый момент, когда меня развели Просто поставили другой экран, а они с оригинальным отличались плотностью пикселей и разрешением Я это только потом понял уже Это когда какую-то там игру скачал А вот мне надо было вовремя скачать приложуха для проверки Проверяется производительность, проверяется камера Смотри, у тебя есть два варианта Можешь пройти быструю проверку, либо полную проверку В полной проверке ты можешь и экран, и звук, и все датчики проверить Подключение, аппаратные средства, зарядку, датчик освещенности Отпечаток пальца Камеру ты можешь проверить, вспышку Все динамики, короче, отлично вообще Очень круто то, что в приложении проверяется даже скорость интернета Даже информация о батарее вся проверяется Это где вообще видно? Внутри телефон полностью рабочий Отлично Бьете по рукам, отдаешь деньги и расходитесь Так что, ребята, ссылочка на приложение будет в описании Заходите, скачивайте Вот реально полезное приложение Где вы еще увидите рекламу такого полезного приложения? Не, ну много где, ну просто мало кто из блогеров реально что-то полезное рекламирует Я считаю, что это вещь полезная И когда я сам вот увидел это приложение, я даже сам написал разработчикам Давайте, ребята, я о вас расскажу Вот, кстати, так и было Так что смело покупайте айфоны с рук Ничего не бойтесь, проверяйте приложениями Проверяйте серийные номера на официальных сайтах И никогда не попадайтесь на уловки мошенников Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok